Торжественное собрание, посвященное 95-летию образования госконтроля Беларуси и 20-летию со дня образования Комитета государственного контроля Республики Беларусь, прошло накануне в городе над Бугом. Долгие годы кропотливого труда, сотни пресеченных преступлений, во многом именно работа сотрудников данного ведомства, помогает Берестейскому региону держать высокую планку и быть лидером в различных сферах экономики. Время бежит, изменяются схемы и планы, по которым работают сотрудники Комитета. В настоящий период, наверное, больше мы стали внимания уделять аналитической составляющей работы, работаем, внедряя новые методы, в том числе международные подходы, аудит эффективности, к примеру, в своей работе. Безусловно, не остается без внимания и основные наши задачи, которые связаны с контролем за исполнением законодательства. И, безусловно, в случаях, когда мы находим нарушение, каждый виновный несет ответственность в зависимости от той степени вины, от той степени нарушения, которую он совершил. На торжественное собрание были приглашены представители городской и областной вертикали, сотрудники смежных госконтролю структур. Одним из почетных гостей праздника стал губернатор региона Константин Сумар, который в свое время трудился в управлении и не понаслышке знает о работе ведомства. В обращении к сотрудникам комитета глава области неоднократно подчеркивал, что их деятельность особенно важна сейчас, когда необходимо добиться максимальной отдачи от модернизации экономики. Очень важно найти причину, почему неэффективно работает то или иное предприятие и нет результата от проводимой работы. Я действительно не понаслышке знаю работу вашу непростую, она действительно неблагодарна в какой-то степени с теми людьми, которые нарушают закон. Все остальное, все правильно. И могу сказать, что за время, прошедшее с момента создания службы контроля президента и комитета государственной контроли, было сделано немало, чтобы республика и наша область устойчиво развивалась. Несмотря на то, что количество проверок в последние годы значительно сократилось, работы у сотрудников ведомства немало. В первом полугодии текущего года осуществлялся контроль за целевым использованием бюджетных средств при осуществлении государственных закупок, за сохранностью и эффективностью распоряжения государственным имуществом, за деятельностью строительного комплекса, за ходом модернизации производств, а также отслеживалось состояние дел на потребительском рынке. И это далеко не полный список направлений работы. Многолетний опыт и большой профессионализм позволяет сотрудникам комитета не просто выявлять нарушения, но и принимать правильные меры, результатами которых являются высокие показатели эффективности деятельности области на республиканском уровне.